Здравствуйте! В эфире Электрогорское телевидение. Предлагаем вашему вниманию выпуск новостей. Большой городской фестиваль, приуроченный к 70-летию Великой Победы, проходит в Электрогорске. Очередной конкурс, организованный в его рамках, длился целых два дня. Подробности в нашем репортаже. В рамках фестиваля «Чтобы помнили мы», посвященного 70-летию Победы советских войск над фашистскими захватчиками, в Электрогорске на базе двух школ, 14-й и лицея, прошел вокальный конкурс сценического творчества. Фестиваль задумывался год назад, фестиваль задумывался к 70-летию Победы. Дата большая, дата красивая. Очень хотелось провести что-то такое необычное в городе. Инициировал фестиваль театральной студии «Дебют» методическим центром и комитетом по образованию городского округа «Электрогорск». Фестиваль проходит под патронажем главы городского округа «Электрогорск» Игоря Петровича Красавина. Поддерживает фестиваль общественная палата «Электрогорска». Организаторы постарались учесть все жанры детского и взрослого творчества. И до этого состоялся конкурс поисково-исследовательских работ, для которого ребята готовили проекты по теме «Наши земляки – участники Великой Отечественной войны». Большая работа, глубокая была проведена. Интереснейшие работы показали ребята при защите. И так приятно было видеть на сцене наших земляков-фронтовиков, и живущих, и уже, к сожалению, ушедших из жизни. Очень интересная работа была у ученицы 16-й школы, посвященная почетному жителю города Электрогорска, педагогу, человеку с большой буквы Артемову. Когда она начинала ее готовить, наш замечательный земляк был жив. Но, к сожалению, годы властны над человеком, и его уже с нами нет. Но останется в архиве, останется в музее, в методическом центре удивительная работа, посвященная этому человеку. В фестивале могут принимать участие все ребята и взрослые, для чего создана дополнительная мотивация. Ведется рейтинг учреждений, участвующих в нем. На участие в вокальном конкурсе подали заявки 20 исполнителей. Среди них – коллективы детских садов, дуэты школ, вокалисты ЭДШИИ. Первая часть конкурса прошла 9 апреля в актовом зале школы номер 14, где выступили воспитанники детских садов, ученики младшей и средней школы. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Каждый коллектив продумал свой сценический образ, была сшита форма, приобретена атрибутика. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Но самое главное – была достигнута цель конкурса – в каждом сердце вызвать чувство восхищения жизнью, детьми, миром и отвращения к войне, оставившей неизгладимый след на многих поколениях россиян. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ У незнакомого поселка на безымянной высоте Продолжился конкурс в лицее 10 апреля. В вокальном мастерстве соревновались старшеклассники и ученики школы искусств. Поставленные голоса, строгая форма, грустные глаза обворожили зал, заставили сердца слушателей биться в такт блокадному метроному, плакать, чувствуя боль вдов и матерей погибших солдат. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Также в репертуаре конкурсантов песни, которые до сих пор воодушевляют нас, будят патриотические чувства, настраивают на победу во всем. Севастопольский вальс, Люба-братцы Люба и другие. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Результаты конкурса будут известны 6 мая, где победители выступят на городском концерте в Доме культуры. А пока своими впечатлениями о конкурсе с нами делятся участники, организаторы и члены жюри. Я когда ее услышала, сразу такая душевная про солдатов, как они погибали, про то, что про матерей, которые очень волновались за своих сыновей. И это очень душевная песня, поэтому я ее выбрала. Скажи, как готовилась к конкурсу? Готовилась очень упорно, с учителем мы разбирали каждое слово, пропевали все, все ноты. Мы очень хорошо готовились. Каких результатов ожидаешь от конкурса? Надеюсь, что радостных. Ну, не рассчитываем на победу, но все равно мы старались, участвовали. Главное – участие. Главное – это прекрасный конкурс. Я как бы окунулась в то прошлое, особенно с песнями, которые были, песни военных лет, «Огонек», песня «Люба, Блера Целюба». Моя милая, если бы не было войны, я ее же пела, Толкуновой. И, конечно, это очень трепетно, очень проникновенно. Это очень как бы очищает душу, вот как будто в церковь сходила. Песня – это душа народа, особенно русского народа, поэтому песни у него все проходят через душу, через сердце. И песни, таких песен, как у нас, нет нигде, ни в одной стране. Память осталась, переходила из поколения в поколение, от сердца к сердцу. Вот поэтому и называется наш фестиваль «Чтобы помнили мы». Традиционными стали спортивно-интеллектуальные состязания, которые проводит детский сад «Гнездышко» в канун Всемирного дня космонавтики. Какие испытания пришлось пройти дошколятам на этот раз – в следующем репортаже. Традиционно ко Дню космонавтики детский сад номер 41 готовит мероприятие, в котором теперь участвуют все дошкольные учреждения города. Впервые в мероприятии принял участие детский сад номер 43. Традиция заведена была в 2010 году. Началась она с того, что к нам приходил в гости один из детских садов, с которым мы проводили музыкально-спортивные соревнования, посвященные Дню космонавтики. Через год к нам присоединились все оставшиеся дошкольные учреждения – 40-й сад, 39-й, 35-й и 41-й мы. И вот в таком формате мы проводили еще четыре мероприятия. Честь своих садиков защищали команды с космическими названиями – ракета, восток, комета и другие. Им всем нужно было пролететь по вымышленному космическому пути и на остановках выполнить определенные задания. На ракетодроме маленькие космонавты собирали ракету из кубиков. На остановке «Сложи слово», высыпав из конвертов серебряные буквы, они должны были составить разные слова на тему космос. На спортивной юным астронавтам пришлось состязаться в меткости, на загадочной – отгадывать загадки, а на остановке «Кольцо Сатурна» – крутить обручи. За каждое хорошо выполненное задание команды получали золотые звезды. И, как оказалось, их у пяти команд к концу соревнований было поровну. А значит, победила дружба. Общей победе малыши посвятили свой веселый танец друзей. Команды получили грамоты и сладкие призы. Также грамотами Комитета по образованию были награждены воспитатели, которые подготовили малышей к импровизированному полету в космос. Крестный ход, совершаемый в пасхальную ночь, символизирует шествие навстречу воскресшему Спасителю. Как он прошел в Электрогорском храме, вы узнаете из материала Анны Шевалина и Дмитрия Литшова. 12 апреля православные христиане отметили праздник Пасхи – воскрешение Христова. Пасха – главное событие года для православных христиан. Слово «Пасха» пришло к нам из греческого языка и означает «прихождение, избавление». В этот день мы празднуем избавление через Христа Спасителя всего человечества от рабства дьяволу и дарованием нам жизни и вечного блаженства. Как крестной Христовой смертью совершено наше искупление, так его воскресением дарована нам вечная жизнь. Воскресение Христова – это основа и венец нашей веры, первая и самая великая истина, которой начали благовествовать апостолы. В день Светлого Христового Воскресения в Электрогорском храме всех святых в земле российской присоявших прошел традиционный пасхальный крестный ход – вечеря торжественная литургия. Шествие совершилось вокруг храма при непрерывном трезвоне колоколов. С вами была Татьяна Шивальна. Всего доброго. До свидания.